Драгон Болл и Драгон Квест И композитор Набуа Уямацу В декабре 2006 года игра дебютировала в Японии Не было улицы, магазина и остановки, на которой не был бы нарисован синий дракон Игра стала самым продаваемым проектом на Xbox 360 и подняла продажи системы Впрочем, в численном выражении продажи не были такими уж большими Блю Драгон наглядно показал, что недостаточно собрать троих гениев вместе Дать им денег, завалить работой и спросить с них все точно в срок Рассеившись на несколько проектов, Хиранобус Акагучи просто слишком мало уделил внимания Блю Драгон Это довольно неплохая игра, но слишком традиционная и блеклая Сюжет, главная составляющая JRPG, вышел довольно скучным и несбалансированным Первые 15 часов практически ничего дельного не происходит Потом сценарий оживляется, чтобы действительно удивить лишь в самом конце К сожалению, удивляет не настолько, чтобы искупить 50 часов классического геймплея Со штампованными диалогами и пошаговыми боями Интересным моментом здесь является то, что герои вместо оружия умеют призывать тень А хорошей новостью, что осточертевшие всем рандом энкаунтеры здесь отсутствуют Музыка в Блю Драгон хороша, но ее мало и она надоедает С ленитой магией Уимацуа обладает лишь главная тема Что до дизайна персонажей, но он не сильно важен Потому что за ним не скрывается по-настоящему интересных личностей К тому же Блю Драгон никак нельзя назвать проектом следующего поколения Игре, расположившейся на трех дисках, негоже вываливать на игрока тонны текста Вместо нормально озвученных диалогов Конечно, большинство РПГ имеет озвучку лишь для основных сюжетных сцен Но это давно пора записывать в недостатке Визуально Блю Драгон впечатлить не может Кроме разве что роликов, на которые и ушло основное дисковое пространство Вообще из Блю Драгон могла выйти куда более качественная игра Стоило лишь немного дольше поработать над сценарием и боевой системой К сожалению, видимо, Сакагучи изначально очень взвешенно подошел к производству Блю Драгон при всем желании не мог сорвать кассу Поскольку количество проданных в Японии Xbox 360 слишком мало А работать в пустоту мало кому интересно Все-таки главным проектом студии до сих пор значится Lost Odyssey Которая как раз всерьез собирается пободаться с играми уровня Final Fantasy Там нас ждет и привычный европейскому взгляду дизайн И необычный сюжет про бессмертного героя И буйство фантазии И невероятная музыка у Ямацу Так что всем желающим поиграть в JRPG на Xbox 360 Советуем дождаться февраля 2008 года Впрочем, делать это совсем не обязательно Ведь в сентябре на прилавках появится один из главных сюрпризов этого года Очень необычная JRPG Eternal Sonata Которую наша редакция уже чуть ли не коллективно обожает Даже штатный ненавистник всего японского Александр Кузьменко заказал себе персональную коробку Необычна она тем, что посвящена личности и творчеству Польского композитора Фредерика Шопена Действие Eternal Sonata происходит в фантазиях Прикованного к постели композитора В то время как Шопен доживает последние минуты В вымышленном мире, полном фантастических существ и необычных мест Разворачиваются нешуточные страсти Практически вся игра расследует темы, окружавшие великого композитора Все имена героев и местных локаций взятые из мира музыки Это очень мощная и добрая история с потрясающими персонажами Которые наверняка западут вам в душу Она размышляет на темы политики, людей, законов времени И проводит параллели с реальным миром Все, что происходит с персонажами, мотивация некоторых героев Все они напрямую связаны с тем, что происходило с Шопеном в реальности Именно поэтому игра изредка перебивается реальными историческими справками Что делает происходящее еще осмысленнее Хотя и выглядит это немного странно Боевая система в целом классический пошаговый рил тайм То есть время идет непрерывно Вы свободно передвигаетесь по полю и активно жмете на кнопки Однако каждому персонажу выделено определенное время на все действия По истечению которого происходит переход хода Единственная необычная черта На поле битвы есть светлые и темные участки Которые оказывают влияние на набор скиллов конкретного персонажа То есть совсем не факт, что стоя в тени У вас получится вызвать какое-нибудь заклинание светлой стороны Вроде лечения Плюс ко всему в игре отсутствуют рандом-энкаунтеры Мы искренне надеемся, что это станет трендом для всех проектов данного жанра Также Eternal Sonata обладает богатыми обучающими возможностями Конечно, после ее прохождения вы не станете новым Шопеном Но будете понимать в мире музыки куда больше Это универсальная история Она может идеально подойти как ребенку, так и хардкорному игроку И взрослому человеку, мало интересующемуся играми По игровым меркам Eternal Sonata довольно коротка Она отнимет у игрока всего-то 30 часов Для эпического приключения действительно мало Но для интересной трогательной истории более чем достаточно Ну а еще Eternal Sonata невероятно, нечеловечески, очень-очень красива Используя мультяшный стиль, цел шейдинг и очень яркие краски Разработчики наглядно показывают Зачем прогрессивное человечество изобрело HDTV-телевизоры Это нельзя описать Это нужно видеть